Привет! Сегодня комплекс упражнений направлен на улучшение гибкости ног, тазобедренных суставов, передней части бедра, внутренней части бедра, ягодиц, все, что связано с ногами. И также мы затронем немного поясничного отдела. Мы пересаживаемся на передний отдел коврика. Руки под коленями. И сначала плавно опускаем себя на коврик. Округляем поясницу, грудной отдел и плавно стекаем на коврик. Руки остаются вдоль туловища. Мы приподнимаем одну ногу, руками придерживаем себя под коленом и за пяткой мягко удлиняемся на выдохе наверх. Выдох и на вдохе обратно. Выдох и на вдохе обратно. Если амплитуда пока сложна, можно руками взяться пониже. И тогда будет меньше сгибания и движение будет помягче. Главное, чтобы мы ощущали хорошее растяжение в задней части бедра. От ягодицы желательно и прямо до пятки. Может тянуться больше под коленом, поэтому здесь, повторюсь, нужно найти комфортное для себя натяжение. И мы работаем в таком варианте. Мягко, плавно на 15 повторений. И еще пять выполним. Раз, два, три, четыре, пять. Выпрямляем ногу и поработаем с выпрямленной ногой, ощущая приятное натяжение только с носком. Носок от себя, носок сильно на себя. Носок от себя и за пяткой удлиняясь наверх, мы растягиваем еще больше заднюю часть бедра. Но нога уже у нас выпрямленная, поэтому, возможно, нужно взяться немного за бедро пониже. Смотри на свое ощущение и на свои предпочтения. И мы работаем со стопой также на 15 повторений. Руки нам здесь, напомню, помогают. И еще пять. Раз, два, три, четыре и пять. Плавно мы опускаем ногу, смена и на другую то же самое. Выдох, вдох, выдох, вдох. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, выдох. Так, восемь, девять, десять и пять повторений. Раз, два, три, четыре и пять. Выпрямляем ногу и теперь носок от себя, носок на себя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять и пять повторений остается. Раз, два, три, четыре, пять. Плавно мы опускаемся на коврик, руки разводим в стороны. Стопы и колени вместе. Отводим правую ногу в сторону максимально. Оставляем ее прижатой к коврику и за лобковой костью. Тянемся вперед и наверх по диагонали. И затем одним движением возвращаемся обратно. Здесь мы мягко разомнем внутреннюю часть бедер. Получается, правое колено вперед удлиняется, а левое прижимается к коврику ягодиц. Мы приподнимаем и обратно. Мы здесь выполняем упражнение на вдохе. Вдох, удлиняемся вперед, разводя колени в стороны. Одно вперед, другая в пол. И обратно, выдох. Вдох. И на выдохе схолопываемся. Вдох. И на выдохе обратно. Два. Вдох. Три. Вдох. Четыре. Вдох. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И завершающий. Десять. Остаемся мы пока так же на спине. Перейдем к пояснице. Стопы вместе. Колени вместе. И мы на вдохе выполняем наклон в одной из сторон в максимальной амплитуде, пока наши плечи могут быть прижаты. И на выдохе от ребер возвращаемся обратно. Вдох в другую сторону. И от левых ребер на выдохе возвращаемся обратно. Мягкие, плавные движения, акцентируя на возвращение обратно от ребер. Выдох. Три. Вдох. Выдох. Четыре. Вдох. Выдох. Пять. Выдох. 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 Шесть. Семь. Восемь. Девять. И завершающий. Десять. Мы уже приподнимаем ноги. Крестец хорошо должен погрузиться в коврик. Мышцы пресса нас контролируют. И мы здесь добавим круговые вращения коленями. На вдохе колени на себя, через стороны и небольшое движение вперед. Здесь пресс не должен сильно нагружаться, но приводящие мышцы бедер должны хорошо ощутиться. Поэтому сгибание на себя и максимально в стороны и немного от себя. Мы здесь скорее чертим овалы. Максимально подконтрольно. Разводим колени в стороны. И приводящие мышцы бедра растянулись и вкручились в работу. Так плавно мы продолжим выполнять упражнение в количестве десяти повторений. И еще четыре остается. Раз. Два. Три. И четыре. Стопы у нас опускаются на коврик. И мы переходим на бок и через сторону приподнимаемся. И продолжим работать только уже теперь с ягодицами. Одну ногу мы подставляем перед собой, опускаемся на внешнюю часть голени. И ягодица у нас тянется назад и вниз. Мягкие покачивания. Здесь должна хорошо растянуться левая ягодица. Поэтому мы тянемся назад. И если мы на левой ноге, назад и налево. А нога, которая сзади нам помогает, сопровождает мягко движение в наше. Точно. И найдя хорошую амплитуду, мы опустимся на предплечье. И небольшие покачивания сделаем еще, увеличив амплитуду. Но мы должны ощущать хорошее растяжение в ягодице. Если некомфортно, можно выполнить на ладонях, но в такой же маленькой амплитуде. Либо голени от себя. Здесь само положение не совсем удобное. Поэтому индивидуально можно на какие-то сантиметры справа-влево сдвинуться. Но главное, чтобы ощущали мы растяжение в левой ягодице. Можно совершать. И мы поменяем сторону. В другую сторону то же самое. Сначала более амплитудные движения. Теперь уже оставаясь на правой ноге, мы тянемся назад. Направо. И возвращаемся вперед. Дыхание свободное, легкое. И можно опуститься на предплечье. И дальше тоже небольшие покачивания. Отлично. Мы переходим в Z-set и продолжаем работать с ягодицами, тазобедренными суставами. Угол в коленях, в паху по 90 градусов. Мы выполняем поворот в сторону. И выполняем подъем ноги. Раз. И возвращаем ногу обратно. Подъем. И возвращаем ногу обратно. Здесь также можно найти комфортное для себя положение, сдвинув ногу на какие-то сантиметры вперед, либо назад. Во время отведения хорошо растягивается внутренняя часть бедра снова. Но опорное колено нам нужно хорошо прижать к коврику. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И плавная смена сторон. В другую сторону то же самое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, левое колено прижато, девять и десять. Супер. Мы переходим дальше к снова задней части бедра. Мы остаемся на коленях и на ладонях. Подставляем одну ногу к ладони. Из этого положения правой рукой мы мягко упираемся в колено. И проходим вперед и толкаем колено направо. Возвращаемся обратно. Проходим немного вперед и толкаем правое колено направо. Я покажу лицом еще, чтобы было хорошо видно. Мы выполняем здесь разгибание и отведение. Мы двигаемся сначала прямолинейно и немного толкаю я рукой колено в сторону. И разгибание в тазобедренном суставе и отведение. 10-15 плавных покачиваний в комфортной амплитуде. И можно поменять в сторону. Теперь движение уже налево-вперед. Удерживаем ровную спину. Мягко толкаем левое колено налево. И таз проходит вперед. Три-четыре. Левое колено рукой толкаем левее. 5. Чтобы ощущалось растяжение в приводящих мышцах бедра. В передней части бедра правой ноги. Опорной ноги, которая на коврике. И мы возвращаемся обратно. Мы плавно перейдем к передней части бедра. Лежа на животе. Поработаем в более мягких режимах и вариантах. Мы располагаемся удобно на животе. Одну руку кладем перед собой. Это будет опорная рука, которая нам будет помогать. Левой рукой мы придерживаем себя за голень. И правой рукой отталкиваясь, приподнимаем ногу наверх. Выполняя разгибание. Здесь должно быть приятное растяжение по передней части бедра левой ноги. Здесь есть небольшое разгибание в позвоночнике. Но в большей степени акцентируем внимание на подъем ноги. Чтобы ощутить приятное растяжение по передней части бедра левой ноги. А чтобы спина не перегружалась, мы помогаем себе руку. И здесь также 10 повторений. Вдох. И плавно на выдохе обратно. Вдох. И на выдохе обратно. И можно поменять стороны. В другую сторону то же самое. Рука перед собой. Удерживаем голень. И плавный вдох. И на выдохе обратно. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И десять. В заключительной части мы поработаем с икроножными мышцами. Мы встаем в упор лежа. Одной ногой тянемся назад, другой в коврик. И поочередно выполняем смену сторон. Левой пяткой назад. Правой пяткой назад. Удерживая ровную спину. Небольшие дотягивания за пяткой назад. И на это можно завершать. Хороших тренировок. Продолжение следует.